Всем привет! У меня появился вот такой раритет. Я буду его сегодня переделывать. Покажу вам преображение этой качалки лошадки в новом своем DIY видео. Если вам понравится моя переделка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы давайте будем приступать. Сейчас более подробно покажу в каком она находится состоянии. Это качалка времен СССР. Нам ее отдали соседи по саду для нашего Максимчика, которому 11 месяцев. Он с удовольствием на ней качается, если его посадишь. Но пока так осознанно не садится. Но думаю, когда он будет старше, ему она будет очень нравиться. Поэтому, чтобы она нам прослужила долго, я решила ее переделать своими руками. Давайте сейчас все подробно покажу. Конь у нас выглядит таким образом. Немного есть такие трещинки. Краска уже тоже вся выцвела. Местами где-то слезла. В планы мы и входит все это переделать, все нарисовать по-новому. Качество самого дерева, в принципе, нормальное. Но она уже, краска уже вся слезла. Все вот эти крепления, они держатся хорошо. Можно их не проклеивать, не раскручивать по-новому. Просто эта лошадка требует такого косметического ремонта. Вот тут есть трещина, но с ней уже ничего не сделаешь, если только полностью делать замену. Но это не в моих силах. Также все крепления выглядят таким образом. Сама сидушка. Вот тут вот есть небольшая выпуклость, но я тоже с ней ничего делать не буду, потому что тут либо нужно шить новый чехол, либо полностью менять. Но я не буду делать. Единственное, что я сделаю, вот я заметила, что вот эта часть, она спинка, она немножко так вот расхлябанная, поэтому я решила проклеить тут клеем секунда. Очень удобно и очень нам нравится, что есть такая спинка. На нее ребенок может как-то развалиться, и ему комфортнее и более удобнее. Так, ждут у нас вот такие ручки, они гладкие, но вот так вот прокручиваются. Я тоже не знаю, как их можно сделать еще крепче, но в принципе они держатся, не отламываются. Все отлично. А, вот она же достается. Я тут не спец пока. Она достается, и можно там, получается, отрегулировать. А то я и думаю, почему меня стоит с другой стороны неровно. Ну, в общем, лучше, наверное, даже мы с вами проклеим это место, чтобы оно у нас было с той, с другой стороны ровным. А так, сама лошадка очень крепкая, я думаю, она прослужит нам долгое время, если ее сейчас мы отреставрируем, и будет очень классно. В дальнейшем, возможно, я сделаю сюда какую-то накидку, либо такую подушечку, но пока в мои планы это тоже не входит. Нужно хотя бы просто ее покрасить и привести в такой нормальный вид. Ну что, давайте начинать. Покажу сейчас, какие материалы буду использовать для своей переделки. Первое, это у меня будут кисточки, кисточка для лака и кисточка для краски. Заклеивать спинку для фиксации я буду клеим таким, у меня другого нет. Краска у меня будет, ой, краска у меня будет белая, вот такая фасадная. Все материалы у меня вышли на 650 рублей, такая вот переделка. Еще я взяла шкурку, наждачку, два вида абразива у меня, вот такая и вот такая, может кому-то пригодится. И лак для деревянных поверхностей, у меня лак бесцветный, такой фирмы. Еще я буду раскрашивать самого коня акриловыми красками, у меня множество различных красок есть, но дизайн я придумаю позже, когда уже полностью я покрашу лошадку в белую. Писали в комментариях, что можно сделать, либо конь-огонь, либо конь с яблоками. Я пока еще думаю, у меня в принципе есть и те, и те краски. Ну давайте сначала мы просто покрасим в белый, и там я уже определюсь с нашим дизайном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, я закончила шлифовать. Лучше, конечно, делать это шлифмашинкой, получилось не так, как я хотела. Ну хотя бы немножко верхний слой я сняла, уже подготовила поверхность для окрашивания. Сейчас я тут протру немножко влажной тряпкой, дам высохнуть. И затем уже будем вот это вот проклеивать, потому что тут очень много тазной пыли. Нужно еще будет вот тут вот все прибрать. Думала, что у меня полностью получится убрать краску, но не получилось. Нужно брать больше абразив, либо использовать шлифмашинку, потому что вручную это достаточно тяжело. Но я думаю, краска у нас будет все перекрывать и получится отлично. Переживаю насчет вот этого черного места. Не знаю, перекроют ли белым, но будем надеяться. Идем дальше. Все, лошадку я протерла, она у меня подсохла. Сейчас будем проклеивать вот эти места, потому что она вот шатается так. Ну не сильно, но хочется, чтобы была понадежнее. В принципе, я заметила, что эту лошадку уже, мне кажется, реставрировали. Может быть, даже и не раз, потому что снизу там прикручены уже болты такие. Не советские, а как уж, современные. И вот тут вот с одной стороны уже отломлена часть, там подкрашена. Тоже, значит, что-то переделывала, не я одна. И давайте вот сейчас будем проклеивать эти места. В остальных местах держится все отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот так, вот тут вот кусочки я немножко приклеивала от обрезков, и у меня дома нашлась еще лента, и я ее планирую пустить вот так вот по краю, чтобы закрыть этот некрасивый вот, некрасивую всю эту часть. Максимчик у меня уже тут ее качается, ему нравится. Вот такая вот у нас сидушка, осторожно, такая вот у нас сидушечка уже получилась, идем дальше, мне очень нравится сочетание такое контрастное. Если бы сделала белую, получилось бы, наверное, не так ярко, но потом будем переходить уже к лицу и гриве самой лошадки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok